Ну ты че не слышишь? Я не слышу. Ты че на чердаке был? Да. Поехал только распечатывать его. А, ну пошли. Че мы там привезли? Поможешь разгрузить? Да попробуем подварить, заварить. Не знаю, получится. Так его распечатать надо прежде, чем варить-то. Ты думаешь, прошел раз, заварил, пошел. Ну а че ж ты меня распечатал-то? Когда? Я подняться не могу, блядь. Не матерись. Так, Володя, я тебе вещи привез и продукты питания. Ну пошли. Ты чего брали? Да все, бери. Сейчас в руки влезет, остальное я заберу, помогу. Там теплые вещи, тебе куртки. Ботинки. Ребят, ну у нас, видите, как снег валит прям большими хлопьями. Зима началась, в общем. Ну че, Володь, как дела, как на работе? Ты чай сварил? Вон поставил только. Чайник. Вдруг, все, перестань включать. Так, Володь, сейчас еще привезут уголь, дрова, пару мешков того-другого, чтобы нам сейчас заварить и попробовать запустить. Ага. Это полдня надо будет воздух бегать, скидывать, да? Ну ты сможешь. И звали мешкать-то на два дня. А потом снова воду скидывать, так что ли? И какой смысл? А че, не запускать? Да не надо, конечно, пока угля нет, не надо. А где тебе уголь-то взять-то че? Ну тогда и не надо. Тише едешь, дальше будешь, надо с чего-то начать жить. Полезли наверх, что-то распаковывать или что-то говорим. А то у нас тоже времени-то ограничено. Вот отсюда надо будет запятывать. Ну ты не выключай свет, пусть горит. Зачем? Ну чтоб светло было, чтоб видно было хотя бы, что делать-то. Ну че, будешь сейчас это? Сейчас будем, да. Там распечатать его еще надо. Ладно, пол-это, влезь. Все-то. Ай, какой противный, а? Экономка. Че, даже глянешь, че там как-то. Ребята, в общем, сами видите, как вы выводим. Тут оторвал. Отломил, наверное, от свадьбы. Володь, а ты сейчас дома живешь или в бане-то? Дома пока. Дома. Так, ребят, находимся на чердаке. Ну хоть свет есть. Че, дверь-то, наверное, не закрыл? Закрыл-закрыл. А че тишка здесь гадает? Он вышел за мной. Слева. Хондрот. Че ты говорил, в субботу слег, да, здесь? Да я кое-как поднялся в субботу-то. Ага. Я подняться не мог. Че я тут распечатываю? С ним-то я договорился на субботу. Со сварщиком? Да. И че, он приходил? Я подняться не мог. Ага. Куда он придет-то? Ну давай, сейчас починю. Где ты, ебаная проволока, блядь? Володь, не матерись. А как иначе-то? Русский язык, богатый язык. Не только в матерках состоит. Дальше, че тут? Что-то попутал. Ребят, ну в общем, разбираем здесь. Трятки, грина. Ничего только нет. Сейчас мы доберемся до основания и посмотрим, что-то нужно заварить, подварить. Получится ли вообще у нас что-либо. Ломик бы, да? Зачем? Ну, подломить что-нибудь все это. Сейчас распечатывать надо эту. Воды я там залезу, пущу. Ага. В этом. Под полом. Так воду пустить, тогда течь покажет, где. Ну, так надо распечатать. Ну, давай, хорошо. А вы тут посмотрите. Обязательно. Айда, дай уже воду. И мы посмотрим. Потом вот так всю теплотрассу разберем. Она может где-нибудь вот здесь посередине, а там вытекает. Надо посмотреть. Все может. Она распечатать. Я так думаю, что вот здесь. Ребят, в видеоматериале будет нецензурная брань. Чуть-чуть. Бог простит. Обязательно. Толик тройник. Ну, там, скорее всего, тройник, да. Может, тройник сломал. Еще интереснее, от чугуняка тройник. Падла цыганская. Почему цыганская? На цыган помолял. А кому с ним? А кому с ним? Ой, бля. Ой, бля. Ой, бля. Ой, бля. Ой, бля. Ну, тут бы лужа уже была, если бы что. Я ее слышал было, где я спрашивал, что журчала. Если вода шла, вода, правильно? Угу. Такой напорщик, хлещет туда. А где вода? Некуда деться. Кран сливной, вот этот. На улице. Что может быть, Леш? Ну, значит, не наполнился. Я так думаю. Хорошо, туда ждем. Что за таблетки, Влад? Вон полная тумбочка. От сердца? Да. Пошла вода? Да. Иди смотри. О, ребят. Вода вроде пошла. Система. Видно что-нибудь? Да, да, да. И где там? Нашел? Нашел где или нет? На трубе или на тройнике? Так, ребят, вроде нашли дырку. Сейчас будем пробовать заваривать. Так, ребят, смотрите. Бачок весь течет. Там даже в трех местах, по-моему, дали что? Снимать его надо, блядь, нищая там. Полностью бачок. Ну, вот срезать надо, переваривать, это днищин. Тут пластины надо полностью снимать. И там он где-то днищин. Ребят, в общем, система вся гнилая. Что, мы сейчас ничего не сделаем, значит? Понимаете. Сейчас-то там же не буду застерялись. И что, сильно течет? Конечно. Тут ручьем все бежит. Самбак днищин. А где этот таз-то? Да, вон там он дальше еще где-то бежит. Да, таз, я говорю, где он. Вон он стоит. Слева стоит, вон там еще бежит. Лево, лево. По трубе с левой стороны. Вон он стоит. Ну, там тоже течет. Надо вот это все скрывать, смотреть. Ну, тут, значит, эти уже. Тут, типа, заглушка бывает. Не знаю, с какого перекруга она тут. Временно это кол забивал, вот она течет. И что, скидываю воду. Да, все, скидываю, так он забак меняет. Перевариваю с этим дном. А здесь где, говоришь? Да, ну, все там, друшлаг. Нет, как я понимаю, вот здесь нет. Вот здесь поверху все. Вот здесь труба где? Вот нету ничего. Я говорю, она сверху капает, она туда капает. Ну, тут сколько лет стояло. Я про то же. Чисто слесаря, чтобы срезал это все. Металл. Кусок металла надо будет. И новый бачок. Ну, этот надо будет срезать. Тут днище вырезать. Переварить что-то новое. Либо новый бачок. Делать. И там тоже смотришь. Делали с север. Сейчас я тут ничего тебе не сделаю. Конечно. Не летал, а не болгарки. Металл я найду, болгарки нету. Следующее, чем такие вещи делать, надо сначала проверять. Вот дело. Че и как, чтобы уже быть уверенным, что это больно. Ну, больно, со временем опять глядет. А на магию здесь хватит. Четверки-то. Мога заглотать. Ребят, ну, в общем, установку вы сами видели. Все нужно резать. И заново делать. Я думаю, что зимой мы ничего уже не сделаем. В общем, ребята, мы попробовали что-то сделать. Помочь Володе. Ну, по-моему, все прогнило. Володь, ну что, придется зиму опять в бане ночевать. По-другому оно никак. Зимой это не работает. Да, конечно, зимой сейчас. Прихватить, пока воду заливаешь. Все правильно. Ребят, ну, как говорится, сделали все, что могли. Зимой такие работы не делаются. Нужно ждать весну до Володи. Конечно. Тихон, отнеси. Перенос. Ты хоть маленько помогай, скотина, блядь. Тихон, помогай, хозяин. Володь, ну, сейчас привезут все равно уголь, дрова, пару мешков того-другого. Хоть будет чем баньку затопить. Да, у нас совсем холодно. Надо переезжать уже, все. Тут валить, тут как в долине гейзера вчера. Так, и штука только отвалится. Да, конечно, тут все отвалится. Все посыпется. Хуй, да, все. Отдышаться надо. Отдышись, отдышись, никто же не торопит тебя. Так, надо закрыть, а то я могу и сам туда уйти. Обязательно. Потом воду сошла. Наливай чай-то. Спасибо, я попил. По-турецки еще не пил. По-турецки? Конечно. Ага. Вчера продавщица свитрение последнее продала. Турецки? Да. Отдышка с пасу нету. Ты вон что-нибудь сладкое возьми. Там конфетки есть, печеньки. Турецкий чай пьют с турецким самосадом. Это вот с этим? Это кубинский. А, это кубинский. По-по-недельникам, по-разному, в центральном базаре. Так, ну ладно. Ребята, всем большое спасибо, кто помог Володе. Володя будет переезжать теперь в баню опять. Тихон, ты готов? Бери матрасик свой, подушку, наволочку, не забудь. Я ее постирал еще осень. Володь, ну тут только до весны теперь. Понятное дело. Весной уже что-то резать. Жаль, что мы с тобой зимой познакомились. Была бы весна, если вы что-нибудь придумали. Да Крита еще весной же приезжала у меня. Снимала тут скрытой камерой. Кто? Рита. А, Рита? Конечно. Да нет, она нам дала там материал вот буквально неделю назад, наверное. Вот, потом мне звонит, говорит, я ошиблась. Я говорю, а кого ошиблась? Я не понял. Врачу она говорит, я уже забыл. Она не туда, наверное, скинула. Да. Пораньше вы узнали, пораньше приехали вы уже бы. Теперь-то понятно, что резать надо этот бак, переваривать. Да, по-моему, срезать надо, в любом случае. А он там случайно не нает? Не нает? Не видно. Сейчас я тоже не гляну. Ну, на резьбе может он там прикрученный? Может быть, ну, там, скорее всего, все заходится. Если бы я ржавел, я бы эту трубку тоже поменял бы. Какой? Который от бака до центральной идет трубы. Это деревяшка-то, что ли? Да, деревяшка. Бак же стоит, бак же на ножке трубка стоит, подъем-то. Ну? Вот, это бы тоже трубку поменять, потому что там вода стоит постоянно, она там тоже гнилая нахер. Может быть, сгон типа. Может, там сгон, может, ее открутить можно. Чего-то я не глянулся. Вот. Как она в трубу входит, по трубу срезать и заново как-то трубы уже приваривать. И все. Иначе у вас сейчас мы дно приварим, а по трубе день дальше еще понятное дело. Делать так надо сразу по пути делать там. Ну, оцинковка, у меня есть трубы там, если не украли. Вообще-то я на улицу берег, там тоже проблемы в этом. Да там кусок надо, что вот такой вот. Ну, найдем. Володь, слушай, а вот два мешка угля и два мешка дров, сколько в бане тебе хватит? На какой срок? На неделю? Ну, если минус 50, так считай, давай. Ну, минус 50 у нас не бывает. Сколько? Бывает. На неделю хватит? Там банька-то небольшая. В пол-то холодная. Конечно. Ну, на сколько времени тебе хватит? На неделю хватит? Ну, в день 5. Ну, будем помогать дровами и углями, пока, ребят, проект с Володей мы будем продолжать. Сами видели, все, что могли мы сделали, попытались, но там без проблем. Как на работе Володила? Расскажи хоть. Ну, как, в снегу как. В снегу, да? В снегу вчера портался, лопата падает. Я говорю, я больше не могу, у меня сил не хватает. Таблетки сажрал, я говорю, я лучше сегодня приду. Вот утром пришел сидеть. Она мне говорит, иди-ка лучше домой, у тебя проблемы там, а завтра придешь. Да, там видно будет. Ну, она сутки, говорит, будет идти. Ребят, Володя зарабатывает полторы тысячи в день. Ну, когда две. На этой живут с Тихоном. Тихо! Ладно, ребят, всем большое спасибо. Все, кто захочет помочь Владимиру, будем благодарны. Владимиру будем дальше помогать. По возможности. Сейчас уголь-дрова встретим. Так, ребята, приехала машина, привезла уголь-дрова для Володи. Сейчас он скинет его. Нет, у него в мешках уже. Все готово. Так, ребят, если кому-то нужен будет уголь-дрова, напишите. Саша делает доставочку всегда. А уголь где? У меня же инсульт уебал. Чего? В сентябре. Сейчас нормально? Нормально. Кружину вставили в башню. Да ты что? Этому тяжелое тоже нельзя таскать. А, понимаю. Саша, ну большое спасибо, что это помогаешь. Саша, ну вот этот адрес запомнишь? Периодически это. Будем заказывать, что привозил. Ты заказываешь. Хорошо. Всем мешки надо. Да есть мешки. Волоком. Ребят, всем большое спасибо за финансовую помощь для Володи. Будем дальше помогать ему. Все. Спасибо тем, кто помог. Всем, кто помог. Володь, будем дальше помогать. Давай, заноси уголь. Спасибо.